Вы хотите купить мебель, но не знаете с чего начать? Как же сделать так, чтобы в вашем доме было уютно и комфортно? Старый кухонный гарнитур не радует и требует обновления. Надоело, что не хватает места в шкафу или гардеробной и хотите решить эту проблему? Я Никита Криволапов, дам свои рекомендации в программе «Мебельный вопрос». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Сергей Тюпаев. Это наш новый телевизионный проект «Мебельный вопрос», в котором мы будем обсуждать самые основные аспекты обустройства мебелью в вашей квартире или дома. И сегодня у меня эксперт по мебельным решениям Никита Криволапов. Здравствуй, Никита! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуй, Сергей! Никит, ну и первый вопрос. Я решил и наши уважаемые телезрители обустроить квартиру мебелью. Любой мебелью. С чего нужно начинать? В первую очередь нужно определиться с компанией, где ты будешь заказывать мебель. В этой компании существует ряд сотрудников, профессионалов. В него входит дизайнер, который составит 3D-дизайн-проект вашей квартиры, где будет расставлена мебель. Также будет самерщик мебели. Существует менеджер, который рассчитает стоимость этого проекта. Ну и уже там идут производственные сотрудники, которые делают сборку мебели и монтаж мебели. То есть, как я понимаю, это работа в целой команде? Конечно, это целая команда у нас. Никит, ну и следующий вопрос. В чем отличие фабричной мебели от мебели на заказ? Мебель на заказ отличается от стандартной мебели тем, что можно изготовить под той или иной размер вашей квартиры, вашего дома, куда вы обустраиваете. Допустим, кухня, значит, сделаем тот размер, который нужен вам непосредственно. А готовая мебель компания представляет определенные позиции, определенные размеры. Кухонного гарнитура, шкафа, купе, детской мебели и так далее. И вы уже подстраиваетесь под эти размеры. То есть, вам может быть, например, вы хотели индивидуально изготовить что-то, а они уже этого не изготовят. Ты знаешь, кстати, хороший очень вопрос. Потому что у меня у самого был такой опыт. Мне подарили на день рождения кровать, которая не влезла ни в окно, ни в дверь. И это вот такая, знаешь, наверное, отрицательная черта фабричной мебели. Может быть такое, да? Да, конечно. А если на заказ, то есть, это я правильно понимаю, то есть, ко мне приходит человек, и то есть, делает так, чтобы у меня все пролезло. Ну, они замерят изначально, да, посмотрят проемы ваших дверей, вот, и уже изготовят под вас. То есть, сделают разборную эту кровать, чтобы она могла разобраться, занесут в комнату, и там уже соберут непосредственно в этой комнате. Теперь я понял различия. Это, кстати, ну, здесь каждому свое. Да. Никит, давай поговорим сейчас про интересную тему об устройстве кухни. Кухонный гарнитур. Я знаю, что сейчас домохозяйки примкнули к своим экранам. Вообще, вот, я как бы человек, который, ну, вообще не связан с кухней, готовить не умею, не люблю, но знаю, что девчонки, для них это, вот, знаешь, своеобразная душина, душевная, да? И здесь у меня самый главный вопрос к тебе, да? С чего вообще начинать делать кухонный гарнитур? Ну, на стадии ремонта. Если у вас черновая отделка квартиры, то как раз это самое то, вызвать замерщика. То есть, прям, конечно, ничего нет. Да, да. Ну, если это вторичная квартира, в любом случае вы будете делать ремонт, вызываете замерщика, вам дизайнер рисует все, показывает, как это будет выглядеть, вам показывают, где разместить розетки, где у вас будет мойка, где у вас будет стоять холодильник, там, плита, микроволновая печь и так далее, да? Может быть, вы хотите посудомойку, вот, ну, на этой стадии вы связываете договор с организацией, она вам все рассчитывает и уже монтажники приезжают, устанавливают кухонный гарнитур. То есть, это прям будет миллиметр в миллиметр? Да, если делаете на заказ, под заказ, по индивидуальному проекту, вы, в принципе, за это и платите деньги. Никит, главный вопрос, да, что касается также кухонного гарнитура, а все-таки цена, да, цена вопроса. Как она варьируется? Ну, здесь большой разбег, очень, то есть, можно, мне кажется, сделать под ключ кухонный гарнитур от 45 тысяч и до бесконечности, но в плане того, что и за полтора миллиона были проекты кухонной гарнитуры. Если это хрущевка и простой материал, то, конечно, можно вложиться в 45-50 тысяч под ключ, под ключ, то, что, значит, это замеряют, рисуют, приезжают, поднимают, все устанавливают, и клиент доволен. А за полтора миллиона это такой проект. Клиент очень сильно доволен. Очень довольны, да, это очень-очень-очень сильный индивидуальный проект, и к нему очень много таких. Что такое, золотые гайки или что? Нет, все зависит от фурнитуры, все зависит от столешницы, которую выбирают. Столешница может быть пластиковая, может быть из искусственного камня, а может быть из дуба, правильно? Так же и фасады. Фасады могут быть простые, фасады могут быть из дерева натурального сделаны, либо это краска. Вот из-за таких вот моментов и стоимость увеличивается. Плюс, конечно, размер. Никит, актуальная тема гардеробов. Ну, так как я человек творческий, да, у меня вообще целая комната выделена под гардероб. И я знаю, что у нас также смотрит телезрительница, ну, и вообще семьи, да. Как грамотно, качественно, безопасно вместить всю одежду? Ну, есть шкаф распашной, когда существует определенный размер, ширина, глубина, высота, и дверки просто открываются. Да, конечно. Можно изготовить шкаф-купе, отдельно стоящий. Также корпус, и только уже здесь идут раздвижные двери, это очень удобно. Вот, можно сделать стройный шкаф-купе. Такая же система раздвижных дверей, только уже там без дна, без крыши, без боковин, без задней стенки. Он получается немножко дешевле и компактнее. Еще можно обустроить гардеробную комнату. Там идет система хранения вещей, очень удобная. Можно также переградить ее раздвижными дверьми купешными. А как это раздвижная комната? То есть какая-то комната? Да, сейчас, в принципе-то, квартиры позволяют размеры. То есть это комната и, получается, двери, да? Да, отгораживаем эту комнату дверьми купе, раздвижными дверьми. Вот, да, человек заходит, и там уже полностью такая, знаешь, система хранения вещей полностью во все стены, вкруг. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, что вы смотрите программу «Мебельный вопрос» с Никитой Криволаповым, где мы обсуждаем мебельные решения вашего интерьера. Никит, давай я продолжу. Серьезная составляющая, ответственная составляющая, да, любого жилища, дома, квартиры – это детская комната. На что бы ты расставил основные акценты? Сергей, ну смотри, я бы рекомендовал нашим телезрителям заказывать детскую мебель из натуральных древесных пород. Это ясень, дуб, бук, береза и так далее. Конечно, сделаю еще акцент на безопасности мебель. Существуют ручки силиконовые, прорезиновые, не металлические, чтобы ребенок не стукался, не ударялся. Также на мебели должны быть закруглены углы. Ну и можно, конечно, прикрутить мебель, комоды, шкафы, вот такие вещи, чтобы ребенок не опрокинул на себя, когда будет открывать шкафчик или ящик выдвигать, чтобы на него не упало это. Слушай, ну это очень важные советы. Никит, как бы у нас уже сейчас такой финал. Я попрошу, чтобы ты сейчас обратился к нашим уважаемым телезрителям. И такой, знаешь, подыток. Дорогие телезрители, всегда выбирайте проверенную и грамотную компанию с профессиональным штатом сотрудников. Обратите внимание на отзывы этой компании, на качество их мебели и срок изготовления. Покупая качественную мебель, вы приобретаете комфорт, уют и здоровье в вашем доме. Спасибо, Никит, тебе огромное за твое экспертное мнение. Спасибо, Сергей. Спасибо нашим телезрителям. Дорогие друзья, ну а это была программа «Мебельный вопрос» с Никитой Криволаповым. И мы с вами увидимся на следующей неделе. Продолжение следует... Звони по телефону в Самаре 300-49-80.